Кандидат в президенты Алхас-Квицинья встретился с жителями села Аллахадзе Гагарского района. Алхас-Квицинья кандидат в вице-президенты Дмитрий Дбар рассказали сельчанам, чем мотивировано их решение баллотироваться на пост президента страны, озвучили основные аспекты своей предвыборной платформы. Кандидат в президенты подчеркнул, что сегодня социально-экономическая ситуация в стране сложная. Власть не смогла реализовать ни одну положительную инициативу, не выполнила ни одно предвыборное обещание. Президент завершает свой период правления, загнав в тупик ситуацию и собственный народ. Сказал он, кандидат в президенты заострил внимание, что в случае избрания в первую очередь приступит к реформированию органов власти и управления. Алхас-Квицинья также отметил, что является сторонником президентско-парламентской модели государственного устройства. «Мы говорим о перераспределении полномочий для достижения реального баланса и гармонизации всей системы государственного управления в Абхазии», сказал он. «Программа предполагает самое главное для нас, для нашей ситуации в Абхазии – это реформы. Если мы не начнем в республике делать реформы, у нас ничего не получится. Будет работать старая система, мы будем все жить по-старому. Так уже жить невозможно в нашей стране. Сегодня вы прекрасно все знаете, что власть сосредоточена в одних руках, в руках президента. Мы считаем, что уже настало время эту ситуацию поменять чуть-чуть. То есть как? Сегодня президент, представляя в парламент, мы хотим разграничить полномочия между ветвями власти». Кандидат в вице-президенте Дмитрий Дбар рассказал о своем видении работы на посту вице-президента страны. «Я буду курировать силовой блок. В этом направлении нужны серьезные реформы, и мы готовы к работе». «Самое главное, что мы сделаем, это чтобы ваши семьи, ваши родные, ваши гости спали спокойно дома. Чтобы к вам не приходили, не убивали, не грабили. Вот это в первую очередь задача, которую нужно выполнить. Никаких инвестиций в Абхазию не будет, если не будет правопорядка. Разницы нет. Абхазист, русский армянин. Если совершил преступление, он должен быть наказан. Когда работали, так делали. Если будем работать, так будем делать. Нужно делать четкие реформы. То, что сказал Абхаз Алексеевич про программу, это правда. Там сказки не написаны. Там пошагово, как исправить ситуацию, написано. Мы придем туда только работать. Наша команда состоит на 80% из молодых людей, которые хотят себя проявить, показать. Почему к нам должны ко всем относиться так, что нас можно купить за день до голосования? А как мы пять лет остальные будем жить? Потом же сидим и жалуемся друг другу, что живется плохо. Человек, который не сделал за пять лет ничего, уж точно за последний свой срок ничего не сделает. Будет намного хуже у нас. Председатель политической партии Дина и Абхазия Сергей Шамба назвал нынешнюю политическую систему управления ахлократией. Он также заявил о том, что всегда являлся сторонником широкого представительства русских и армян в исполнительной власти. Я всегда был за то, чтобы было представительство всех наций во власти. Квизин Алхаз Алексеевич сколько лет возглавляет партию ветеранов войны. За ним стоят ветераны, которые не испугались врага, с оружием в руках отстаивали независимость. Они что, испугаются криминал? Нет. Кроме того, вокруг него объединились другие политические силы, политические партии. Я возглавляю партию Дина и Абхазия. Тоже рядом стоим. Другие политические, молодежные организации, молодые депутаты в нашем парламенте, которых вы сегодня тоже здесь видите. Это мощная, самая мощная политическая сила сегодня. Если они не смогут это сделать, другие, которые вам будут рассказывать сказки, тем более не сделают. Сельчане, с сожалению, констатировали, что власть вспоминает о своих гражданах только в пять лет один раз, в канун выборов. Но нам в какой-то степени повезло. У нас есть такой депутат, как Юрий Хагуш. Он доступен круглые сутки. Он знает о всех наших проблемах и всегда рядом с нами, решает все вопросы. Мы видим в пять лет раз, когда президент идет в кандидату. И если все хорошо, то второй раз, если он пойдет, еще раз может приедет. Это уже может. И вот такой вопрос. Не то, что вопрос, и просьба тоже. Вот в вашей команде есть человек, наш друг, наш депутат парламента Юрий Львович Хагуш. Рядом с вами. Я лично горд, что я с этим человеком несколько лет назад познакомился. Вот этот человек почему-то доступен круглые сутки. И не только для меня. Любая проблема в Алахазе звонится. Советуемся с главой. Звоним, Юрий проезжает. Там это надо. Спасибо тебе, Юрий Львович, за это, во-первых. А потом, вот все проблемы, которые у нас в селе или в Абхазии, вы сами все прекрасно сказали, и это видно наиву. Правильно? Сейчас нам повторят, что у нас с мусором проблема, что у нас с асфальтом проблема. Не стоит вы это сами все видеть. Но мы канализацию за свои деньги делаем, асфальт прокладываем, нам помогается с администрацией, с депутатами вместе. Ну сколько нам еще? Я лично сам выхожу, я уже устал собирать и просить своих друзей, давайте выйдем, соберем, фонарики повесим. Давайте вот это сделаем. Уже стыдно. Честно, меня когда видят люди, я в гости прихожу, они уходят, потому что боятся, что я опять деньги буду просить. Сережа, на самом деле, этот вопрос стоит вот так. Я уже сказал, я не буду ходить. Глава Бесрадзе тоже прекрасно знает, что за ситуация у нас в Абхазии. Мы с ним с вами. Я говорю, Томандович, мне стыдно, я не пойду уже. Слава Богу, как-то мы решили с мусором чуть-чуть. Машину ходить, людям удобно стало. И вот в связи со всем этим, я хочу пожелать вам всем удачи, естественно. Пожелать, чтобы вы выиграли на этих выборах. Но дадите нам слово, что в середине будет, или через два года. Сколько людей соберется, я не знаю. Но вы приедете вот сюда, желательно перед курортным сезоном. И вот мы тогда вам скажем, какие у нас есть проблемы. И вот если вы нам не поможете, в таком случае мы вас тоже не поддержим, извините. А сейчас спасибо, что вы нам не обещаете ничего. Потому что эти обещания, дай Бог здоровья, Юрий Львович. А наш президент почему-то за пять лет один раз не может заехать в село, спросить, как трудовой народ, как у вас дела, что вы хотите, что вам сделать сегодня. Я думаю, что вот так. Если вы будете чаще сюда заезжать, народ будет с вами. Сегодня мы стоим на пороге важных событий для страны и народа. От исхода президентских выборов зависит наша с вами дальнейшая судьба. Я знаю о всех проблемах и трудностях, с которыми вы сталкиваетесь в повседневной жизни. И, безусловно, я несу ответственность перед вами. Мой долг, как депутата в первую очередь, отстаивать интересы своих избирателей. Мы и дальше будем вместе решать существующие проблемы, сказал депутат. Все те моменты, которые мы сейчас озвучивали, мы с вами их обсуждаем здесь по-семейному, так скажу. Без государственного подхода эти вопросы мы никогда не решим. Мы будем собираться, искать виновных, кто не донес, кто украл. 25 августа придите и сделайте свой выбор, правильный выбор. Вы будете голосовать за свое будущее, за будущее своих детей. Не ошибитесь в выборе. Спасибо большое всем. Алхаз Квецения и Дмитрий Дбар ответили на вопросы избирателей. Они касались возможности оказания помощи больным, ремонта коммуникации, энерго- и водоснабжения, пенсионного обеспечения, безопасности. Не оставили без внимания избирателей и вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам. Встреча прошла в дружеской атмосфере. Предвыборные встречи проходят в рамках президентской кампании. До президентских выборов осталось 8 дней.